Попробуем реконструировать рассуждения Майкла Фредея и смоделировать его эксперименты. Фредея рассматривал движение металлических проводников в неподвижном поле. Мы рассмотрим простейшие случаи однородного магнитного поля, в котором движется тонкий проводник в направлении V с постоянной скоростью. На положительные заряды, создающие ток в этом проводнике, ввиду того, что они все будут двигаться со скоростью вместе с проводником, будет действовать сила Лоренца. Магнитную часть которой мы здесь и запишем. Электрическая часть равна нулю, поскольку электрическое поле у нас отсутствует. И рассмотрим теперь всю установку Фредея, в которой необходимо было возбудить постоянный ток. Для этого дополним схему проводником, по двум из которых может скользить перемычка, таким образом, что будет меняться магнитный поток, связанный с этим замкнутым контуром. И измерим скорость этой перемычки. За время dt она пройдет расстояние dx. Скорость определится как производная dxpdt, а заштрихованная площадь имеет смысл увеличения площади замкнутого контура. Длину перемычки обозначим буквой А. Сила Лоренца направлена так, чтобы положительные заряды будут двигаться по перемычке влево. По замкнутому контуру, следовательно, будет течь ток против часовой стрелки. По определению ds запишем циркуляцию сторонних сил, роль которых играет сила Лоренца. По замкнутому контуру именно в этом направлении против часовой стрелки. При этом работа сторонних сил будет отнесена к ереничному заряду. Поскольку все вектора взаимно перпендикулярны, и движение зарядов происходит только в подвижной стороне рамки длиной А, ds может быть записано простейшей формулой магнитное поле умножить на скорость и на длину перемычки А. Если в это выражение подставить скорость dx по dt, то правая часть преобразуется таким образом b умножить на ds и разделить на dt. Видно, что речь идет об изменении магнитного потока, связанного с этим контуром. Когда мы определяли магнитный поток, мы говорили, что он равен скалярному произведению b умножить на нормаль контура. А нормаль-то выбирается в соответствии с правилом обхода, которое принято в нашем случае, совпадающим с движением индукционного тока. И направлено на нас. Магнитное поле по условию задачи направлено от нас. Этим объясняется знак минус, который стоит в законе электромагнитной индукции. Сейчас закон электромагнитной индукции формулирует таким образом bds индукции. Равна минус скорости изменения магнитного потока, связанного с контуром. Причем знак минус обусловлен правилом Ленца.